Всем привет, с вами Дарья Кей. Сегодня будет видео о косметике из Кореи. Сегодня я покажу уходовые, декоративные и прочие аксессуары из Кореи, которые были произведены в Корее, либо придуманы. Так что поехали! Я заказала косметику на сайте Lucky Cosmetics, взяла много интересных продуктов. Сейчас я думаю, с чего начать, и я думаю, это будет маска, которую я всегда хотела попробовать. Это кислородная маска, которая превращается в пузырики на вашем лице. Я пользовалась только декоративными какими-то средствами из Кореи. Возможно, это были какие-то известные нам бренды, но произведено это было все в Корее. Такое тоже бывает, например, кушоны, которые вы любите, и пользуетесь в 90% случаев, все произведены в Корее. Все, что я сегодня показываю, можно приобрести на сайте Lucky Cosmetics. Уже недели две я мучаюсь от акне и от пост-акне, и в школьные годы обошло стороной, но, к сожалению, сейчас может быть гормоны, что-то с ними не так, нужно, может быть, их проверить. Но у меня выскакивают в этой области прыщи. Ну, это, кстати, говорит о том, что что-то не в порядке с желудком на подбородке и, ну, иногда в области декольте. В этом заказе я преимущественно обратила внимание на уходовое средство Black Pearl маска гидрогелевая, кислородная. Она осветляет немножечко кожу и убирает пигментные пятна. Честно говоря, я много видела обзоров на эту маску, никогда не пробовала. Маска выглядит обычной, и в какой момент она должна пениться, я не понимаю. Маска мыльная. Неужели это просто будет эффект, как будто бы ты умылся пенкой для лица? То есть я сейчас очищу кожу перед тем, как нанести дальше все, что я накупила в корейском магазине. Подождите 10 секунд, пока не образуется сильная пенка, подождите еще 10 секунд, пока пенка полностью... Нужно ждать 10 секунд, а не 10 минут. При нанесении превращается в воздушную пену, которая проникает в пор, выталкивает загрязнение с поверхности кожи. Смойте остатки теплой водой и продолжите ежедневный уход. Маска стоит 400 рублей. Я это каждый день должна делать? Я думаю, раз в неделю. Я не понимаю, в смысле? Это маска, которую нужно наносить на 10 секунд? Какой-то трэш. Это что, вся пена? Я думала, пены будет побольше. Может быть, ее нужно помассировать? Уже выкидывать, как-то жалко ее. А написано, что время воздействия всей этой маски 20 секунд. Что это? Так вот, перед парнем появитесь, он скажет, с тобой все в порядке. Скажет, да, да я просто чище пора с утра. Ну, там, мой ежедневный уход за собой. Хочу нанести еще тогда на прыщ. Вдруг он пройдет. Ох, это Даша верит в чудеса. Уже 20 секунд прошло, дорогие мои. Ну, жду, пока пена растворится. Что делать-то? Ну, все. Прошло уже больше 5 минут. Я не буду, думаю, мучить так кожу. Возможно, тут какие-то сильные расщепляющие компоненты, которые, правда, нужно держать всего 20 минут. А я тут уже 5 минут мучаюсь с этой маской. Я пошла умываться. Ну, что я вам хочу сказать. Эксперимент удался. Кожа осветлилась. Ну, прыщи не исчезли. Черные точки стали светлее. И знаете, что я думаю? Что тут действующий компонент должен быть что-то типа перекиси водорода. Мне кажется, он осветлил мои черные точки. Так. Ну, одного применения точно недостаточно. Нужно покупать либо какой-то комплект масок и, правда, их раз в недельку делать. И с первого раза, допустим, вот пост окна, он не убирает. Сейчас я осветляла свою кожу. Нет. Нужно быстро намазать чем-то от ультрафиолета. Следующим из ухода я нанесу сыворотку улиточную. Да, она еще больше осветлит мое лицо. Похоже, к концу видео я буду просто с белым фарфоровым лицом. Потому что все продукты в Корее нацелены на то, чтобы осветлять лицо. Это сыворотка от Mizon. Концентрированная улиточная сыворотка для лица. Также она нацелена на то, чтобы убирать какие-то проблемки на лице, пост окне и осветлять кожу. Достаточно вязкая текстура. И нужно, допустим, одну пипетку на все лицо. Я до этого не пользовалась улиточными сыворотками. Кстати, она не пахнет улиткой? Нет, улиткой она не пахнет. И улитки при этом, я читала, что они страдают. Их просто погружают в какую-то баню улиточную. И там в воду спускается их слизь, которая обильно выделяется при том, что температура тела повышается у улиток. После этого все обрабатывается. Эту сыворотку я решила приобрести, потому что видела фирму Mizon у многих блогеров. И она как-то зарекомендовала как бюджетная уходовая косметика. Также в этой сыворотке куча каких-то экстрактов, действия которых я, естественно, смогу проверить только через какое-то время. По первым впечатлениям, сыворотка приятная, похожа на гиалуроновую сыворотку, но чуть более вязкая. И также она находится в темной упаковке, я думаю, для того, чтобы она меньше пропускала свет. Дальше. Дальше, мое любимое. Это патчи. Патчи, которые я использую всегда и везде. Почти что перед каждым макияжем. Я использую всегда свои патчи Gold Raccoon. И тут я увидела, что есть патчи в виде сердечка. Вы представляете? Это те же Gold Raccoon от Secret K, но новая версия. Не как я обычно беру с какими-то частичками золота, а с розой они идут в виде сердечка. Смотрите, какая милость. Тут присутствует ложечка для того, чтобы не лазить туда своими грязными пальцами. Чтобы надеть эти патчи, сердечко нужно разорвать. Эта форма напоминает чем-то патчи от Beauty Drugs. Я боялась брать эти патчи из-за запаха. Думала, тут будет неприятный запах розы. Но даже тем людям, которые ненавидят запах розы, могут понравиться. Плюсы этой формы патчи. То, что она закрывает самую проблемную зону. Это вот эта припухлость, которая больше всего нас беспокоит. И на фотографиях смотрится некрасиво. Что такое патчи? Это гелеобразная текстура, которая пропитана составом, который внутри. Лучше их, конечно, взболтать перед употреблением. Чтобы они, допустим, все пропитались. Их наносите под глаза. И через какое-то время припухлости или синячки, которые у вас там были, становятся либо меньше, либо исчезают совсем, если они были какие-то незначительные. Чтобы полностью закрыть тему патчей, еще у меня есть патчи для губ. И раньше я использовала патчи для глаз, надевала их на губы, потому что патчи для губ, ну, точнее, вообще патчи, крутые тем, что они притягивают воду к тому месту, на которое вы наносите. То есть, как разглаживается рельеф у вас под глазом. Просто притягивается вода к этому месту. И, как бы, видимые морщинки, которые были под глазами, либо заломчики, они пропадают. Я брала раньше патчи для глаз, надевала их на губы, сидела так. И потом у меня немного увеличивались губы, и это красиво смотрится на фотографиях. А теперь придумали патчи для губ, вы представляете? Я как это увидела, обрадовалась, потому что мне не надо теперь использовать патчи для глаз на губы. Корейская эстетика просто сводит меня с ума. Посмотрите, патчи для губ в баночке в виде губ. Фирма Беррисом. Также имеется ложечка, ну, боже ж ты мой. И прорезиненная, кстати, упаковка. И патчи внутри тоже в виде губ, ну, капец. Так, я беру один патч. Я сейчас их надену, и через 15 минут вернусь, и покажу вам результат. Запомните мои губы такими. Прошло 15 минут, и вы можете заметить, как увеличились губы. Также не совсем, но чуть-чуть пропали мешочки под глазами. Патчи еще действуют, поэтому их можно положить на какое-нибудь другое место, либо оставить прямо тут до высыхания и потом снять. Я думаю, вы поняли, как работают патчи. Тогда, когда вам нужно экстренно выглядеть хорошо, сделайте все, что угодно с моим лицом. Нужно, чтобы оно выглядело свежо, хорошо. Вот так вот работают патчи. Еще есть смазки полностью на все лицо гидрогелевые. Но это уже, я думаю, тумачий перебор. Сейчас я перейду к пробникам, которые сюда положили. Тут даже есть описание для пробников. Это подарки и даже полноразмерки. Это все подарки, представляете? А это остальной мой заказ. Эту маску я не заказывала, значит, она идет в подарок. Я ее оставлю, потом попробую. Сейчас не хочу, мне кажется, уходового средства для меня сегодня хватит. Это тоже идет в подарок, потому что это я тоже не заказывала. Заказывала, извините меня, Локи Косметикс, это все подарки. Спасибо. Как я поняла, тут ни слова по-русски, но я думаю, это крема для глаз. Я лучше почитаю, прежде чем их использовать. А то знаете, как с этими корейскими штучками бывает? Нанесешь на все лицо, а оказывается, это крем для ног. Милые зайчики, это подарки, где написано уже, что это подарок. Что тут в подарках? Тонер, бибикрем, тоже тонер. Видимо, бумажка пропитанная чем-то. Кондиционер и шампунь. Да, это удобно. Три такие штучки. Во втором пакетике с подарками лежат... Боже мой, опять тонер! Тоже скинхаус. Все описание есть здесь. Всех пробников. Всегда по-разному прикладывают различные пробники. Ну, то есть, вам может попасться. У меня, допустим, нет вот этих банан, пант. Но что-то есть. Дальше пошла декоративка. То, что я люблю. База под макияж от Миша. Кстати, ее и многую другую косметику я буду разыгрывать в своем инстаграме. Так что переходите и участвуйте в розыгрыше. База под макияж увлажняющая и светоотражающая. Так. По ощущениям, как обычный крем от Душка. Что-то напоминает, но я не могу понять, что. Хорошая альтернатива базе от Clorans и Cladminut. Вы видите, уже выровнялся немножко тон лица. Но, естественно, вот эту зону хочется перекрыть. Поэтому я заказала небезызвестный тональный крем от Holika Holika. Shimmering BB крем. Просто надеюсь, что он мне подойдет. Вроде бы неплохо. Тональное средство с жемчужной пудрой. Придает коже красивое сияние. Увлажняет, маскирует несовершенство. Защищает кожу от уэф-лучей. То, что мне было нужно после той осветляющей маски. К примеру, на эту сторону я нанесу спонжем, а на эту руками. Посмотрим. Или кистью. Корейцы любят серые тональные крема. И у них в приоритете максимально выбелить кожу. Мне это, конечно же, не нравится. Я люблю тональные крема с желтоватым подтоном. Очень часто они забирают сердечко текстурой своих тональных кремов. Потому что она очень приятная и укрылистая. Вторую сторону нанесу кистой. Кистой. Блин, меня так обсыпало в последнее время. Просто в шоке. Ну, конечно, нанесение кисточкой не очень. Когда ты наносишь бюти-блендером, ты прям запечатываешь эти покраснения там. Этот тональный крем явно для тех, кто любит свечение на коже. Вы посмотрите просто. Просто стробинг-эффект без стробинга. Чтобы скрыть свой рельеф кожи, для этого я взяла пудру, которую советовала Ковка Закет. Это Innisfree пудра No Sebum Blue Powder. Есть пуховка, которой, я думаю, не буду наносить эту пудру. Высыплю немножко на крышечку. Возьму кистюльку пушистую. Если мне эта пудра понравится, то я буду использовать ее как пудру, которая лежит у меня в косметичке. Она, по крайней мере, как говорит Ковка, не комедогенная. А у меня какой-то трэш происходит в последнее время на лице. Достаточно легкое, просто обыкновенное мотирование. Я думаю, эту пудру тоже нужно проверить в течение какого-то времени. Улучшится ли мое состояние кожи или останется в таком, конечно, я не знаю. Думаю, конечно, мне нужно начать с питания, потому что я опять начала есть всякую фигню. Но не будем о грустном. Следующее это румяна от Холика Холика. Тот же бренд, у которого был и тональный крем. Вы посмотрите, какая тут маленькая зефирка, чтобы ей разносить румяна по щекам. Оранжеватого оттенка, который должен мне, в принципе, по идее придать свежесть. Я обожаю оранжеватые румяна. Они сразу же придут какого-то загарного эффекта. Да, вот. Когда на кисточке осталось чуть меньше продукта, он распределяется лучше. Я все-таки нейтрализовала цвет тонального крема, добавив немного румян. Я, наконец-таки, накрашу брови. It's skin, baby face, powder, wood, eyebrow. Второй оттенок. Карандаш для бровей. Его я увидела у какой-то блогерши. Вы не поверите, стоил 200 рублей. На другой стороне у него находится щеточка. Оттенок карандаша, я думаю, подошел бы больше блондинкам, потому что для брюнеток, особенно для более глубоких, он будет немножко тепловат. В моих волосах есть золотистый пигмент, поэтому на мне смотрится хорошо. Карандашу я ставлю 7-10 лайчочков. Относительно цена-качество просто находка какая-то. It's skin. Второй оттенок. Следующее, на что я повелась на цену, это, конечно, щипчики для завивки ресниц. Они стоили 100 рублей. Фирма The Siam. Прорезиненная ручка. Сейчас я попробую. Да, действительно, они работают. По-моему, даже не особо заламывают ресницы. Проблема щипчиков в том, что они заламывают ресницы, и со временем они могут отламываться при частом использовании. Поэтому на завивки для ресниц лучше особо не экономить. Но если вы пользуетесь ей нечасто, то можно взять более бюджетный вариант, например, как этот. Потому что завивает он не хуже, чем его дорогие аналоги. Для глаз я заказала двойные тени карандаш. Первый раз вижу такую фирму. Первый оттенок. С одной стороны кремовые тени. Смотрим, если нанести на все века. Типа такой дорожный вариант или что? Нужно в любом случае подтушевать кисточкой. Какой-то ультрапоходный вариант. С другой стороны тут есть еще сухие тени. Вот в такой вот маленькой пульке тени розовое золото. Нанесу их на внутренние уголы глаза. Что поделать? На центре, допустим, века. Но, допустим, в целях экономии времени, да. Мы на финишной прямой. У меня остался продукт для губ. Это тоже Secret Key. Похоже, я люблю эту марку. Это Tint Sweet Glam от Secret Key. Оттенок будет вот такой. Сейчас проверим, какой оттенок будет в реале. Упаковка похожа на помады Dior. Немного менее кислотная, чем на упаковке. Что-то как-то я тумач нанесла эту помаду. Хотела растушевать по краям. И в итоге у меня везде какой-то насыщенный цвет получился. Что за хрюшка тут у нас ходит? Возможно, меня этот цвет освежает. Но я хотела сделать макияж в корейском стиле. Такой вот макияж у меня получился. Если вам понравилось, ставьте лайки. Заходите, смотрите в инфобоксе. Все продукты я оставлю на них. Ссылки. Спасибо большое Лаки Косметикс, что поддержали этот выпуск. Мне было интересно окунуться в этот корейский бьюти-мир. Одно я поняла, они любят все влажное. Просто все. Даже пудра до конца мне не заматировала эту зону. А с вами была Дарья Кей. Если вам понравился этот выпуск, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. И увидимся в следующем видео. Пока-пока. Пока-пока.